здравствуйте дорогие друзья конец июня у нас похолодание мелкий холодный дождичек температура на улице плюс 16 плюс 17 а ночью и того холоднее большая передышка от жары нам дана сегодня хочу рассказать про то как я содержу свои цимбидиумы как они у меня живут летом потому что правильное летнее содержание цимбидиумов это залог их дальнейшего цветения скажу сразу что для цимбидиумов да и для других орхидей конечно очень важно действовать по ситуации для цимбидиумов это особенно актуально потому что они у меня содержатся на улице под открытым небом в наших условиях это пожалуй единственный вариант когда мы можем полноценно простимулировать их к цветению дальнейшему потому что таким образом они получают максимальный перепад температуры день-ночь когда орхидея содержится под открытым небом особенно наших условиях условиях средней полосы россии приходится постоянно держать руку на пульсе в зависимости от погоды все время корректировать и уход тоже в начале июня у нас началась сильная жара практически без дождей в нашем климате жара сопровождается еще и сухостью поэтому в таких условиях приходится постоянно устраивать им водные процедуры когда жара по 30 или за 30 я просто беру шланг с насадкой где можно регулировать режимы и устраиваю им и души и просто полив и происходит это практически каждый день цимбидиумы особенно в жару нуждаются в большом количестве влаги влажность воздуха тоже желательно повыше им устраивать поэтому я сначала просто струей каждый горшок наливаем воды а поверху опрыскиваю из шланга вода у нас колодезная то есть не мягкая но в такой ситуации уже особенно привередничать не приходится и вот какой есть водой такой и опрыскиваю естественно слежу за тем чтобы вода в шланге была теплая то есть у меня вот первая вода которая нагрета в шланге используется для таких водных процедур кроме того когда цимбидиум у меня стоят на улице их листья очень пылятся и пыльца летит весной в начале лета и просто пыль поэтому такие процедуры они помогают еще и смывать грязь листьев сейчас в теплое время они еще и удобряются у меня регулярно весной им был подсыпан осмокот который для роста с преобладанием азота в начале лета я немного подложила им органики у меня такие вот гранулы гранулированный конский навоз по несколько половинок таких гранул горшок я просто вставила ближе к концу лета я подсыплю им еще и смокот для цветения в поливочную воду периодически тоже добавляется у меня удобрение как другие орхидеи я подкармливаю достается и цимбидиумом это уже из запрыскивателя по листве прохожусь по ним по различными вариантами удобрений в прошлом году все цимбидиум у меня стояли на северной стороне дома с юга их закрывала стена в этом году я решила проэкспериментировать изменить им дислокацию у меня на участке растет большая сосна и в этом году они у меня стоят с северной стороны сосны то есть с юга у них сейчас не тень а такая полутень они у меня стоят рядом с клумбой с листопадными рододендронами которые тоже нуждаются во влаге и во влажном воздухе рядом такой микропрудик сделан из детской ванночки это все способствует увлажнению если погода как сейчас у нас мелкий холодный дождь прохлада такая погода может спровоцировать развитие грибковых инфекций цимбидиумы склонны к этому у меня некоторые цимбидиумы имеют признаки таких инфекций и чтобы она сильно не распространялась если такая погода затягивается надолго то я их убираю под крышу чтоб на них постоянно не лило потому что прохлада им не страшно но если прохлада плюс постоянная сырость это чревато у меня есть такое вот открытое крыльцо где крыша довольно далеко выступает и они у меня стоят вроде как на улице но слегка под навесом немного дождя до них долетает но прямой дождь не льет постоянно периодически я им устраивают смотр осматриваю ботву корневую систему через прозрачные горшки очень удобно отслеживать состояние корней мне как-то очень повезло друзья мне передали по моему пару десятков таких больших глиняных горшков сами цимбидиумы растут все в пластике но летом вставлены в тяжелые глиняные горшки а внутри еще лежит кусок кирпича в качестве якоря для того чтобы их не валило ветром а это с ними случается потому что вкус большой парус тоже большой плюс глина хорошо защищает корни от перегрева не давая им свариться в пластике в сильную жару но и сохраняет влагу для корней сейчас у меня все цимбидиумы отцвели и я иногда развожу гигиеническую чистку обрезаю старые цветоносы цветоносы обрезаю только когда они полностью засохнут вот такой например цветонос я обрезаю а такие еще нет жду пока они засохнут окончательно убираю старые чешуи кстати как-то мне задавали вопрос как избавиться от остатков старых цветоносов отвечаю никак остаются вот такие пеньки они не вырываются не удаляются если только совсем уж извлекать растение из горшка вырезать но это и совершенно незачем делать а вот старые засохшие чешуи которые образуются из остатков отмерших листьев удаляются довольно легко такая чешуя расщепляется пополам и движением в разные стороны просто отрывается отрывается практически по основанию то есть от нее следа не остается листья обмываю и стараюсь протирать по возможности когда не сильно лень это делать потому что работа большая конечно но для того чтобы хорошо усваивались удобрения из вне корневой подкормки желательно листья иметь чистые да и другие процессы например дыхание транспирация тоже чистые листья осуществляют эффективнее в течение лета периодически я их проливаю и опрыскиваю различными препаратами например фитоловином препарат который предотвращает и грибковые и бактериальные инфекции для профилактики грибковых заболеваний обрабатываю фитоспорином если требуется что-то помощнее против грибка то применяю бордовскую жидкость 10 грамм на литр воды медь содержащий препарат действует довольно сильно в такую сырую погоду хорошо им опрыскать для уничтожения насекомых клеща самое простое это фитоверм но им желательно пользоваться регулярно чтобы эффективно действовал против клеща раз 5-7 дней раза 3-4 хорошо обработать кроме того еще и селятся разные не специфические животные типа муравьев например муравейник у меня как-то гашки устроили понравилось им там в корневой системе цимбидиума корни может быть они специальные не едят но то что они там свою жизнь деятельность развивают это не очень хорошо для растения пришлось обрабатывать препаратом муравьев все цимбидиумы у меня сейчас двинулись в рост некоторые немножко позже после цветения отдыхали прозрачные горшки позволяют следить за состоянием корней можно посмотреть что практически все корни имеют растущие кончики убеждаясь что все идет нормально вот этот цимбик это последнее мое приобретение с выставки апрельской я делала по нему обзор ссылочка на этот ролик будет под видео если кто помнит это был пышный кустик зеленых цветов с такой страны стрижкой ботвы я боялась что листья начнут отмирать отсыхать подстриженная но вот они в основном сохранились он их держит сейчас он активно выпускает новые побеги вот их уже несколько штук видны и кончики растущих корешков в общем с ним вроде все в порядке вот этот цимб это один из трех которые были куплены в декабре цветущие красавцы пышащее здоровье мне так повезло в магазине я их весной пересаживала ссылочка на это видео пересадки будет внизу в описании вот они активно пошли в рост и даже один из них решил зацвести неожиданно это вьетнамский цимб который появился меня в виде такой большой бульбы где-то в начале зимы у него появились две такие привлекательные почки росли очень медленно но очень было похоже что идут цветоносы но увы все-таки это оказались два новых роста вот они сейчас уже подросли так что цветение надеюсь в будущем другие мои цимбидиумы тоже пошли в рост кто-то делает упор на наращивание корней у кого-то более активно идут рост и а корней растущих видно меньше все они живут своей жизнью а с моей стороны требуется обеспечение режима вода и да свет при этом и так наличитует больших количествах но и защита от разных нападений так что сейчас они наедают зеленую массу но и попутно закладываем где-то в глубине цветочной почки я надеюсь на этом сегодня пожалуй все о цимбидиумах всего доброго до новых встреч